Вот у нас больной вопрос, это наше здоровье. Будут приведены средства на ремонт дороги в этом году подсосная сахарстан? Значит, вот то, что закончили ремонт участка вельского неоправшедневного подсосная, она была... В планах реализации до 2025 года нам удалось договориться и с Министерством транспорта, для того, чтобы это было с удовольствием в следующем году этот участок. При поддержке нашего депутата здравоохранения Туманина был вопрос положительно решен и с Министерством транспорта, о том, чтобы не оттягивать нам на дальнейшие годы, введение уже в этом году финансового снизу для ремонта дороги от посолства и до Назарова, включая участок доводия, часть от трассы на Преображенку. Сейчас ждем положительного подтверждения и дополнительного вероятного выделения финансовых средств на эти цели. Соответственно, будет заниматься этим правительством края и основной подрядчик, скорее всего, это будет интересен. Там есть еще бассейн, он единственный у нас в районе, есть какие-то планы по ремонту бассейна? Значит, в 20-м году нам пригласили программу Министерства спорта по ремонту спортивного зала. Мы его сделали, сделали, получили замечательно, хорошо. На этот год мы получили 10 миллионов на ремонт раздавалных душевых комнат. И пока в августной договоренности, значит, на 25-й год мы не будем заходить на ремонт большой чаши, а потом мало. То есть решение вопроса это поэтапное. Пока на сегодняшний день не существует такой программы в Министерстве. Для того, чтобы сразу получить весь инфляд финансирования на полностью ремонт. Поэтому будем делать поэтапно, я думаю, у нас все получится. И мы к концу 25-го года, на 6-й год, мы завершим ремонт и большой и малой чаши бассейна с подхознанностью для того, чтобы нам сохранить то, что есть, чтобы не разрушилось. И нашим детишкам, чтобы нас задавали и плавание, и мы в этом новом виде соревнованиях. Времени даже задавали соревнования. Мы с подхознанными поправами. Подскажите, почему в прошлом году не получилось продолжить программу по установке контейнерных площадок под сборку мусора? Хорошо, горячим. В 2022 году мы вложили программу по установке мусора на котлете и мусора. На территории района это поселок Кайбарженко и поселок Сиддай. В связи с тем, что, к сожалению, нам попался недобросовестный подрядчик. Из 11 площадок, которые находились в поселке Кайбарженске, мы приняли в эксплуатацию 3. То есть были они сделаны из 11. То есть 8 приняли, 3 не приняли, потому что были нарушены сроки технологические по заливке и по уходу. В связи с этим нам пришлось вернуть деньги в министерство экологии за эти 3 площадки. И по оценочным баллам, когда мы заходили на этот год, мы не прошли конкурс на рынке. То есть нам не хватило оценочных баллов. Но здесь какие-то решения какие-то. Сейчас мы прорабатываем вопрос секретарства. Значит, тот 1%, который они должны от прибыли, когда осуществляют свою коммерческую деятельность на территории нашего района, 1% от прибыли они должны направлять на решение этих вопросов именно о своем родном деятельности. Поэтому мы сейчас все просчитываем, все это прорабатываем, это и юридические, и финансовые вопросы. И от этого уже будем исходить от того, что какая будет сумма. И опять же, будем с ними обговаривать это все. И они уже будут задать свой свой дополнительный академийную площадку. для сбора мусора. Но в этом году, в любом случае, те финансовые последствия, которые у нас были за экологические уровни, мы будем приобретать две мульты, или мульты, извиняюсь, может быть я неправильно выглядел. Для установки дополнительно на поселке Стехной, там где многоквартирные дома, контейнерная площадка, она себя показала, что она не справляется с тем объемом мусора, который на сегодняшний день. Она есть. И для расширения и решения этого вопроса, мы кузов это там расставили. Есть опыт работы других регионов. То есть регионы. Мы взяли опыт соседних регионов, например, Старо-Сибирск, Шлягинского области. Поэтому посмотрим. Ну да, здесь как бы есть и могут возникнуть некоторые вопросы, потому что вы сами прекрасно знаете, вы уже не путали, да? Все это было качество воды раньше, да, допустим, 30-40 лет назад, и какая она сейчас стала. И технологии, и техногенные природы, и все факторы влияют, наверное, вот это все. Подвижка грунта, изменение грунтов, вот где-то это. Ну и не забываем о том, что мы живем на округленном области. Вот даже небольшой пример, что деревня Новониколаево, она вообще стоит на шахтах угольных. То есть, и глубина залегания проблем, она там довольно очень серьезная и глубокая. Но все равно вопросы надо решать. Будем решать. Путитесь к тому, чтобы все-таки навести какой-то порядок у нас в районе, я имею в виду, по линии грузоперевозок. Ведь у нас в компании используют транспортные средства, которые предназначены для карьерных работ. То есть, сколько бы мы эти дороги не латали, мы не сможем содержать нормальное состояние, потому что элементарно китайские грузовики сейчас при объеме кузова 29 кубов и при Италии 27 с нагрузкой на 1,8-18 тонн, они работают практически на перевозке инетных материалов у нас круглый год. То есть, никто их не останавливает. Да какие мы дороги можем, то есть, как мы можем это все делать, содержать в нормальном состоянии, если они нам их просто укончат, мы не будем ремонтировать дороги. Так вот, и этот вопрос надо каким-то образом решать, потому что частный сектор, то есть люди, автомобилистов, они страдают. Это частные компании, они, то есть, зарабатывают на этом деньги. А люди, которые, то есть, назовем лично транспорт, перемещаются, они все из-за этого страдают. Вот что, где-то. Ну, вот, если мое, сначала, соответственно, осталось, это не отношение на международный. Для решения этого вопроса в 2013 году мы говорили в 15 лет, в том числе и в Министерство транспорта. Свои предложения замечали, мы, конечно, сказали, в том числе и в Министерном виде. Решение этого вопроса мы подключили в наши депутаты, в том числе и в этом собрании. Пока информация о том, что вы на региональном уровне, какое-то решение у нас пока нет. Как только получим какое-то решение, мы вам включать на сайт о наложительном и не обязательно вновь. Принять сведения, отчет главы Назаровского района за 23 годы. Принять сведения, отчет главы Назаровского района за 23 годы. Ставлю вопрос на голосование. Кто за? Да, спасибо. Признать деятельность главы Назаровского района за 23 год удовлетворительной. Прошу голосовать. Кто за? Против. Воздержались. Принято единогласно.